Итак, мы сегодня поговорим с вами на тему о том, как перестать бояться своего успеха. И если вам сейчас кажется на первый взгляд, что, ну что за бред, что опять за глупая такая тема, ну как это, я же хочу своего успеха, я хочу перемен. Давайте сразу же определим, что мы с вами подразумеваем под словом успех. Люди, которые приходят ко мне на марафон Рерайтер жизни, который я веду, приходят с целью изменить свою жизнь, придумать свою жизнь. И, конечно же, это, знаете, такое как предвкушение, чтобы было понятно в менее масштабном таком событии, как замена гардероба. Ты такой идешь в магазин, такой, вау, сейчас у меня будут новые платья, новые наряды. Я сейчас, вау, буду такой красивой, приходишь в магазин, ходишь несколько часов и что-то ничего не можешь выбрать. Вроде бы всего много нового, но ты как-то, блин, не можешь. А куда я это платье надену, а вот эти ботинки, наверное, мне надо купить опять мои черные брюки. И вот стоишь ты такой, как дурак, и не понимаешь, вроде и деньги с собой взял, вроде бы приготовился, а выбрать ни черта не можешь. И снова эта кофточка, которая у тебя уже есть, и снова эти черные гребаные брючки. И вот в жизни происходит очень часто точно так же, когда люди приходят ко мне на Рерайтер жизни и начинают получать возможность, а наша суть такая, знаете, в на Рерайтере, что представьте себе, что жизнь и все, что есть в жизни, автомобили, работы, бизнесы, друзья, вообще все, это огромный супермаркет. И вот вы такой с кошелочкой, значит, заходите, и вам нужно выбрать. У вас безлимитный бюджет, то, о чем вы мечтали. То есть вы можете выбрать все, что угодно. Мы создаем там, начинаем с того, что мы делаем дом своей мечты, друзей своей мечты, короче, все своей мечты. И сталкиваемся с такой интересной штукой. Первое. У нас нету мечт. Ну, то есть, когда ты получаешь возможность выбирать из всего, ты такой, бля, и человек говорит, а мне, может быть, подумать о вот той однушке квартиры, которую я снимаю, может быть, о ней-то я мечтал. Это первое. Второе. Человек говорит, не может вообще понять, как ему из этого выбрать, и он начинает все-таки выбирать, исходя из того, сколько денег у него сегодня есть в кармане. И третий момент – это то, что в результате у человека разбегаются глаза, и он говорит, послушайте, ну, если у меня будет такой дом вдруг, а вдруг он у меня будет, ёпсель, а я же тогда не смогу там жить уже со своим вот этим бывшим. Я же сам такой не смогу быть. И когда человек начинает думать над изменениями глобальными в своей жизни, у него начинаются кошмары и ужасы. И каким образом в этот момент включается подсознание? Как оно, вот эти ваши глобальные внутренние кошмары и ужасы, которые в вас находятся, они запускают, они живут у нас под сознанием. Это такие наши программы, которые существуют. И если мы с вами уже говорили неоднократно о квантовой теории, если говорить о квантовой теории, то они у нас постоянно так вибрируют. И вот они у нас запускают процесс HELP. Как выглядит процесс HELP? Ё-моё, вдруг в моей жизни что-то изменится. Это страшно. Надо что-то делать. И у вас начинается, срочно ваша собака начинает рожать. Срочно. У вашей мамы срочно какая-то температура, или ей вы срочно для чего-то понадобились. У вас срочно происходят какие-то дела у детей. У вас гаснут лампочки. У вас горит сковородка. У вас появляется масса неотложных дел. И вы говорите, не-не-не, мне некогда сейчас этим заниматься. Никак не могу. Я часто наблюдаю, как люди не могут найти время для того, чтобы поработать над своей мечтой. И находят миллиард отмазок для того, чтобы это не делать. И самое отвратительное, это то, что даже когда люди находят время, думая о том, что они могут получить что-то глобальное, это настолько сильно их пугает, что у них возникают самые идиотские, простите, и бредовые истории на эту тему, почему человек не может. И я вам хочу сказать, что история здесь не в том, что это плохие люди. Нет. Меня пугает лично то, что таких людей, не таких людей, что такие ситуации встречаются сплошь и рядом. И что практически у каждого человека, ну через одного, давайте так, с кем я общаюсь на рерайтере, а это как бы мое поле исследования, я вижу, что у людей начинают происходить очень разные интересные истории, связанные с тем, что человек всячески отрицает и избегает этих изменений. И у него всплывает такое количество ограничивающих программ, такое количество страхов, что просто когда ты смотришь за этим со стороны, ты понимаешь, как много работы нам предстоит. Какое невероятное количество всего нужно в себе побороть для того, чтобы это произошло. Как вообще перестать чего-то бояться и вообще как какие-то новые вещи внедрять в свою жизнь. Ну прежде всего, все идет через осознанность. Осознание – это когда мы способны разобрать, что с нами происходит, что мы чувствуем, и задать себе вопрос, почему я это чувствую и как я буду с этим справляться. Потому что до тех пор, пока все это у вас, знаете, как в Супер Марио, вылазящие грибочки, на вас вылазят, вылазят и вылазят, а вы просто пугаетесь и куда-то пытаетесь убежать, это все как бы игра вслепую. И для того, чтобы мы могли это разобрать, мы должны сами себе ответить на вот эти вопросы, которые происходят. Но первое, что нужно понять, что любая ситуация, которая с вами возникает в тот период, когда вы хотите что-то в жизни изменить, это отвлекающий маневр вашего подсознания. Это некий отвлекающий маневр, который вы себе на подсознательном уровне вызываете для того, чтобы не решать сейчас эту проблему, для того, чтобы ее не разбирать, потому что страшно, потому что уже становится понятно, что проблема есть. Она есть в вашей голове, и ее нужно проковырять. Большинство людей очень боятся что-либо ковырять в принципе, гораздо проще закрыть глаза и ехать дальше. Но вы должны осознать простую штуку, что до тех пор, пока вы закрываете глаза и едете дальше, ничего в вашей жизни вы не можете изменить. Поэтому в какой-то момент, у меня это происходит, когда люди попадают на рерайтер, человек принимает решение, что все-таки настал тот момент, когда я хочу все это разобрать. Это как разбор гардероба, знаете, вот очень понятно. Когда вы каждый день заходите в свой шкаф или в свою гардеробную комнату, пытаетесь что-то надеть, вам кажется, что у вас отвратительная одежда, ее очень много, но вы ничего не можете выбрать, и каждое утро вам не нравится. И вы думаете, неплохо было бы вообще как-нибудь это разобрать, понять вообще, что мне тут не надо, что мне тут надо. Ведь есть же какие-то вещи, которые я каждый раз надеваю и думаю, господи, не хочу ее носить, но по-прежнему бросаю в шкаф. И вот вы думаете, блин, было бы неплохо этим заняться, вы, может быть, подписаны на парочку стилистов, может быть, вы смотрели какие-то видосики, может быть, вы даже что-то там пытаетесь себе собирать и миксовать, но вот найти время на то, чтобы это сделать, вот вы никак не можете. И вы знаете, я вообще в этом плане вас очень хорошо понимаю, потому что со мной это было много лет. И знаете, что случилось интересного? Моя подруга Яна, стилист, которая долгое время прорывалась ко мне домой, а я, знаете, так оберегала свой храм, потому что вот что-то вот я не очень хотела, чтобы ко мне кто-то прорывался. Вдруг запустила онлайн-курс, очень простой, вообще, как пять копеек, такой пошаговый, бым-бым-бым-бым-бым. И вдруг я решила его пройти, она мне его так сунула под нос и говорит, Оль, ну, блин, ну сколько можно, давай. И вы знаете, я зависла на две недели в своей гардеробной. Я 90% вещей в своей гардеробной очистила. Это было для меня фантастикой. Знаете, что оказалось? Ведь там висели очень красивые, дорогие вещи, моему сердцу, моему кошельку, разные. Но когда я начала разбирать гардероб по простым правилам от девушки Яны, я вдруг осознала, что первое, есть вещи, которые больше не имеют ко мне никакого отношения. Они как вещи хороши, и я как Оля хороша, но мы вместе больше не пара. Нам больше вместе некуда ходить, не о чем говорить. Они себя чувствуют по одному, а я по другому. Мы больше друг другу не соответствуем. Затем я заметила ряд вещей, которые уже, в принципе, ну, как бы, по моему ощущению, больше мне не нравились, банально. Я заметила вещи, которые просто давно надо было выбросить, просто по какой-то причине и так далее. Я расчистила 90% гардероба. Это была фантастика. Я даже никогда не знала, что у меня есть столько вещей, которых я не ношу. Я думала, что мне нужно убрать процентов 10, а мне надо было убрать 90. И вот в моей гардеробной оказались вещи, которые я ношу. Во-первых, их оказалось не так много. Но когда я их увидела, я четко смогла понять, что мне надо покупать. У меня ушла вот эта история в магазине покупки очередной какой-то вещи отдельно от меня. Я стала покупать вещи совершенно по-другому. Я сразу увидела, блин, мне нужно вот это к этому купить. Мне есть чем носить. И это настолько офигенно, потому что сегодня, когда я захожу в свою гардеробную комнату, к чему бы ни потянулась моя рука, я могу смело это надеть, идти и не чувствовать, нахрена я это надела. Мало того, у меня все стало сочетаться между собой. И третий момент. Это все отображает мой сегодняшний образ жизни. Это не реклама тренинга по стилю, хотя можно ее и так воспринимать. Это банальный показатель вам того, что для того, чтобы мы могли решить любую вот такую задачку, которая у нас на всю жизнь растягивается, нам необходимо просто выделить на это время и задаться фокусом. Так вот, что происходит с нашей жизнью. Для того, чтобы мы могли с вами разобраться, что вообще за бардак происходит в нашей жизни, и почему у нас есть то, что есть, и почему мы хотим что-то изменить, но ничего не меняем, а как только пытаемся это сделать, наше подсознание запускает нам срочно какую-то, переключает наше внимание, нам надо срочно что-то решить, вот для этого нужно прежде всего принять решение, сказать самому себе. Вот я раньше, когда слышала эту фразу про «принять решение», я как-то так, знаете, ну типа, о господи, ну что за тренерская какая-то фразочка «принять решение». Вы знаете, это не тренерская фразочка, это очень такая жизненная фразочка, потому что когда ты принимаешь решение, ты как будто бы бросаешь куда-то присоску. Я это у себя называю правилом каната. Ты куда-то перебрасываешь и точно понимаешь, что дальше ты будешь вот по вот этой ниточке идти, куда ты бросил эту присоску. Вот принятие решения, что я все-таки хочу это сделать. Как с гардеробом, да, я хочу это сделать, точно так же и с историей про изменения в жизни. Когда вы это делаете, естественно, что начинают запускаться все эти замечательные, чудесные программы, которые вас пытаются, значит, вырулить. Там срочно мама заболела, собака заболела, куда-то надо ехать, срочно что-то решать, миры рушатся, роботы-полицейские выскочили на улицу, значит, там, Каспер сбежал, привидение. Вот такой с ружьем бегает, ищет охотников на привидения. Короче, все происходит в мире. Но вы в этот момент должны себе сказать, что бы ни происходило, что бы ни происходило, я хочу вот этот месяц своей жизни, например, у меня это месяц, месяц своей жизни посвятить строению, построению своей новой жизни. Вот что бы ни происходило, я этот месяц буду заниматься тем, что я хочу создать план своей жизни. Почему? Потому что до тех пор, пока у нас нету плана, мы не можем с вами следовать. Только план, вот мне для того, чтобы доехать домой, мне нужна дорога, мне нужен путь. Я должна знать точку назначения. Если я не буду знать точки назначения, я буду ездить по городу. Вот очень важно наметить эту точку назначения и понимать, мост закрыт, гололед, не знаю, там, объездная дорога, неважно, я же все равно знаю, куда я еду, значит, я доеду. Следующий нюанс. Почему все это происходит? Происходит это все из-за наших внутренних страхов, естественно. Потому что то, как мы привыкаем с вами жить, это наш некий набор устоявшихся привычек. Мы привыкли так жить. И как только мы начинаем эти привычки менять, человек вообще такое создание интересное, нам свойственно все действовать в шаблонах. Мы так привыкли, так удобно. И как только что-то начинает идти не по шаблону, для 90% людей начинается Армагеддон. И внутренние наши помощники, так называемые, наше подсознание, оно начинает сразу же делать какой-то клич. Эгэгэй, спасите. И мы притягиваем в свою жизнь все, что угодно. Начинаем искать глазами все, что угодно. И, естественно, находим все возможные варианты для того, чтобы нам отвлечься, для того, чтобы нам испугаться. У нас начинаются разные вещи. Одно из интересных наблюдений, которое я вижу, это то, что люди, которые... Я вам расскажу немножко про рерайтер, чтобы вам было понятнее, что происходит, о чем я сейчас говорю. Когда я прошу людей представить, написать, например, мы пишем книгу. Когда я прошу людей написать книгу, не книгу, а главу. Например, там первую главу мы пишем о нашей спальне, о нашем доме и о нашей спальне. Человек начинает, он сталкивается с разными моментами. Первое, он начинает описывать что-то очень бедное, он не может ничего описать классное, потому что ему внутренний голос не разрешают. Он говорит, ты что, придурок, у тебя нету на это денег, ты вообще никто, ничто, мы с тобой вообще не для этого, это не для нас. Очень у многих голова начинает говорить это. У кого-то отпускает, и человек начинает масштабно фантазировать, представлять себе, описывать там, находить какие-то визуализации в Пинтересте и так далее. И вот человек это делает, счастлив, он живет в медитации, он представляет, он кайфует, и затем он открывает глаза. Он открывает глаза, и что происходит? И происходит глобальное страдание. Потому что контраст со своей сегодняшней жизнью колоссальный. Человек открывает глаза и видит свою маленькую квартирку, может быть, комнату, в которой и спальня, и гостиная, и детская, и все сразу, и у человека возникает ощущение дерьма. Такого, знаете, да кто я? Я мечтатель, я жалкий человек, который позволил себе мечтать. Внутренний голос, внутренний обманщик такой, ха-ха-ха, ты типа что, расфантазировался, размечтался, да ты говнюк, ты ничего из себя не представляешь. И, конечно, это очень частая картина, и человек моментально начинает расстраиваться. Расстраиваться, и заметьте, ничего во внешнем мире не изменилось. Это как раз работа с внутренним миром. Ничего во внешнем мире не изменилось. Человек как сидел в своей комнате, так и сидит. Но в медитации он поднялся, он написал в книге свою фантазию, то, о чем он мечтает, страшно этому обрадовался, поднял свою вибрацию, вернулся в реальность и опустил себя в дно. Потому что до тех пор, пока он не чувствовал, как хорошо, он не понимал, как ему сейчас плохо. Он считал, что это норм, это был его уровень норм. И многих людей, многих моих участников это расстраивает. Ну, не могу сказать, что многих, но есть такая часть людей, которые начинают по этому поводу страдать. Страдать, понимая, что это все глупые иллюзии, глупые фантазии. Как нам там, помните, в детстве говорили, фантазер ты меня называла. Так быть не может. Почему я так много времени уделяю уже непосредственно на марафоне, уже не в клубе, в клубе мы глубоко над этим работаем, а на марафоне и в каждом своем видео образованию вас, позиции того, как работает наш мозг. Почему я это делаю? Да для того, чтобы вы потом не вели себя, как безграмотные дети. Мне, наверное, никогда не надоест это рассказывать, но, может быть, кто-то это слушает тысячу первый раз, но я хочу, чтобы вы послушали это еще раз. Я могу на эти темы говорить очень много, но я хочу, чтобы сейчас к этой теме вы услышали очень простую вещь. Наш мозг не различает реальность от наших мыслей и фантазий. Мозг не видит разницы. Мозг воспринимает наши мысли и внутренние вибрации, ощущения от этих мыслей. И исходя из того, какое у вас ощущение, кайфа или негатива, расстройства и так далее, мозг притягивает к вам ситуацию, которая помогает вашей мысли реализоваться, или наоборот. И если вы чего-то желаете и испытываете при этом страдание, то мозг воспринимает это как программу, что то, чего вы желаете, это плохо. И запускает энергию, подбирает к вам такую, которая ставит запреты на все то, от чего вы страдаете. Я неоднократно вела эфиры по поводу денег и говорила, почему нельзя испытывать любой негатив и страдания, связанные с деньгами. Когда вы платите кому-то деньги и страдаете, о господи, снова нужно заплатить. Когда вы смотрите на желанную машину и думаете, о боже, это не моя машина, вот сука ездит на этой машине. Вы ставите себе огромные блоки энергетические. Ваше подсознание устанавливает огромные энергетические блоки, которые не пускают к вам это. Смотрите, чтобы вам было понятно, откуда эти энергетические блоки, Оля, о чем ты говоришь? Смотрите, уже доказано относительно недавно, порядка, кстати, 20 лет назад всего лишь, были проведены эксперименты. И я на эту тему не буду сейчас долго рассказывать, когда-нибудь, может быть, сделаю отдельный эфир. Но доказано уже о существовании квантовой реальности. Что такое квантовая реальность? Смотрите, мы с вами одновременно находимся в двух внешних мирах, живем. Два внешних и два внутренних. Не буду сейчас идти, коротко скажу. Два внутренние – это наше сознание и подсознание. Два внешних мира – это наша первая реальность, которую мы с вами можем с помощью пяти органов чувств потрогать, пощупать, видеть. Вот, это наша реальность. Вторая – это квантовая реальность. Согласно нашей реальности, в которой мы с вами живем, все существует отдельно. Я – это я, машина – это машина, дерево – это дерево, чувак – это этот чувак, стакан – это стакан. Согласно квантовой реальности, второй – все есть энергия. Мы все являемся частью энергии. Я всегда люблю очень визуальные образы, и я себе это представляю, как вот, помните, были фильмы, я очень любила фильм «Агент Никита», и там была такая комната часто, которая, ну, и вы, кстати, не только там, в мультиках часто, когда установлена сигнализация лазерными лучами, помните? Вот представьте себе, что весь наш мир выражен в лазерных лучах. Мы разного цвета, но не мы объекты, а мы по энергии. Например, деньги выражены зелененьким, там, любовь выражена красненьким, печаль выражена черненькими лучами. Вот мы все есть энергия, и согласно квантовой теории, мы все связаны, мы все абсолютно связаны, мы огромная, большая энергетическая паутина. И, соответственно, когда мы с вами что-то ощущаем, например, мы ощущаем с вами кайф по деньгам, у нас загорается зеленый цвет, и мы соединяемся со всем зелененьким, со всем богатством. А когда мы почему-то грустим, черненькое, у нас загорается черненькое, и мы подтягиваем к себе все черненькое, вибрируем на одной волне совсем черненьким. И получается очень простая вещь, что когда вы по каким-то моментам страдаете, то вы не притягиваете в этот момент к себе то, что вы хотите, то есть, а наоборот, ставите вот эти энергии вашего негатива и расстройства, она запускает то, что ваше подсознание говорит, так, понятно, нам этого не надо. Ну, вы будете когда-нибудь, вот ваш ребенок, например, страшно начинает кричать, когда вы ему показываете там игрушку черного цвета. Вы видите, что ваш ребенок плачет от этого. Будете ли вы покупать ему игрушки черного цвета? Да нет, вы запретите всем дарить черные игрушки. Вы не будете показывать ему в магазинах, вы будете своего ребенка защищать, как вы можете, от игрушек черного цвета. То же самое делает ваше подсознание. Когда оно видит, что вы страдаете, вот вы себе нафантазировали красивую квартиру, и вы начинаете страдать, ваше подсознание понимает, что это вам нельзя давать, потому что для хозяина это страдание. И оно начинает притягивать к вам ситуации, обстоятельства, которые никогда не позволят вам этого получить. Потому что это ложный сигнал, вы ему посылаете. Поэтому единственное, что человек должен делать, когда он о чем-то думает, если вы, например, хотите какую-то машину, то каждый раз, когда вы видите эту машину, когда вы видите ее на фотографии, кто-то на ней едет, в автосалоне вы должны радоваться, вы должны показывать энергетически, что это ваше. Вы должны подходить и говорить, может, моя хорошая, ты скоро будешь моей, а я тебя обожаю. Вы должны вибрацию свою, квантовой энергии запускать. Должна эта вибрация у вас быть огромная, чтобы к вам это притянулось. Поэтому ни в коем случае, пожалуйста, когда вы чего-то хотите, не страдайте и не завидуйте. Именно не потому, что это нехорошо, да пофиг, хорошо это или плохо, вы себе делаете плохо, вы себя на энергетическом уровне этого лишаете и не можете понять, как же так. Поэтому, когда мы делаем медитации, визуализации, в рерайтере жизни, я знаю, что здесь много рерайтеровцев, вы должны эту вибрацию в себе прокачивать каждый день. И когда вы приходите в себя, вы должны взять стакан с Макдональдса, вот у меня два, и сказать, в моем новом доме тоже этот стакан будет. Вау, я так рада, я представляю, я буду ставить его на свой стул. Научиться благодарить, благодарность величайшая энергия. И каким-то образом свое желание, которое у вас есть, связывать с реальностью. Я очень часто раньше рассказывала историю про свою первую машину. Я очень сильно хотела, ну, было дело не так. Я сначала не думала о машине, я думала о том, что она появится когда-нибудь, когда ей нужно будет появиться. Это был 2007 год. И тут моя подруга купила машину. И, конечно же, с этого все началось. Блядь! Сказала себе я, в смысле? Моя подруга купила себе машину, а я, а мне, а я что хуже? И меня это, ну, очень подтолкнуло. У меня был Женя, друг Жени Фишак, кто из Украины, есть радио Люкс ФМ, Женя директор сейчас этого радио, ну, короче говоря, неважно. И он ездил в Рио, в Бразилию, на какое-то там мероприятие с этим радио. И он привез мне подарок. Не помню, что там это было, но помню, что был брелок, бразильский, кругленький такой, камушек. И он мне привез брелок. И я, когда этот брелок взяла в руки, я подумала о том, что этот брелок будет на моей машине. Когда у меня был брелок, у меня еще не было подружки, которая купила машину. Но когда подружка купила машину, я поняла, что все. Я положила этот брелок себе в карман. И стала его носить. Тогда еще у меня фантазия была, ну, не настолько бурная. Мне было там 23 года, по-моему. И были модные машины. Помните, сигнализацию устанавливали? Ну, наверное, на обычные машины и сейчас устанавливают сигнализацию. Я так думаю. Потому что на эти машины как бы, ну, тут все встроено. И нажимали на кнопочку, и она так делала пип-пип, пип-пип. Помните, так? И я, значит, балдела. Мне очень нравилось, как девочки, значит, ну, девочки, мужчины выходили, вот это делали бип-бип. И у меня возле дома был супермаркет Билла. И там все время было много машин. И я ходила в этот супермаркет и доставала этот брелок и представляла себе, как я выхожу, значит, и делаю бип-бип. Подхожу, открываю багажник, кладу туда свои пакеты. Я прям это визуализировала. И с брелком бип-бип у меня было постоянно. И вот я его носила, носила, носила. Потом, значит, я пошла, когда моя подруга купила машину, я, естественно, поняла, что мне надо срочно, но у меня не было ни денег, ни понимания. Я поняла, что надо начать с прав. Я пошла сдавать на права, но брелок носила постоянно. Через 8 месяцев у меня появилась первая машина, на которую ключ я, конечно же, повесила этот брелок. История о том, что очень важно связывать в себя что-то сегодняшнее. Давно как-то о брелке рассказывали. Я о брелке рассказывала, кстати, очень часто. Я о нем уже забыла, но вот вспомнила. Очень важно связывать свою сегодняшнюю реальность со своей будущей через что-то. Через, вот часто девочки бывают, говорят, ну и мальчики тоже, ну у девочек просто больше это распространено. Например, у меня на кухне, на моей новой, да, в котором в доме я визуализировала, у меня всегда стоят живые цветы. Ну скажите, пожалуйста, неужели вы сейчас не можете себе позволить покупать, пусть недорогие, но какие-то цветы, для того, чтобы когда вы просыпались, у вас были эти цветы. Или, например, запах апельсинового фреша. Ну простите, сегодня апельсиновый фреш, может быть, в ресторане дороговато, но дома-то не дороговато, а запах будет классно чувствоваться. То есть очень важно связывать и вот эту вибрацию в себе постоянно разогревать. Мы чаще всего запрещаем себе и боимся своих перемен, потому что мы понимаем, что это связано с изменениями. И изменения очень важно принять в себе как часть успеха. Вот знаете, вот как, например, мы же все знаем, маленькие, что мы обязательно будем расти в росте, да, вот в росте расти, там у нас будет увеличиваться нога. Вот дети, помните, как вот мои дети меряют туфли и говорят, мам, у меня скоро будет такая нога, как у тебя. Вот наша задача, и они ждут этого, да, они ждут, я хочу быть взрослой, там лифчики меряют, там еще что-то, ну мои вот там. Ой, мам, у нас с тобой скоро будет одна гардеробная. Вот моя домработница, например, уже носки детские почему-то кладет ко мне. Я не знаю, кому это комплимент, мне или детям, но сегодня я надеваю носки и понимаешь, блин, ну что-то у меня нога не засовывается в носки. А моя домработница говорит, Оля, я уже не знаю, как раскладывать вещи. Я очень часто, простите, не могу понять, если у вас белье не кружевное, то я уже не понимаю, у вас такая маленькая жопа, простите, что не понимают, детям класть или вам класть, или куда. Я говорю, все, оставляйте все в прачечной, я буду сама разгребать. Так вот, история о том, что как дети стремятся вырасти, вот они ждут этого, наша задача полюбить перемены. Мы должны с вами перестать бояться изменений, а запрограммировать себя на то, что изменения – это прекрасно. Ведь если я хочу получить что-то другое, не то, что есть у меня сегодня, мне для этого необходимо измениться, и моя реальность изменится. Реальность меняется не сама по себе, она меняется, исходя из вас. Если вы, например, банальная вещь, если вы ходите на одну и ту же работу, то, скорее всего, вы будете видеть одних и тех же людей, одну и ту же траекторию. Но если вы пойдете на другую работу, то согласны, что у вас поменяются друзья, у вас поменяется, блин, может быть, стиль одежды, у вас поменяется путь, у вас место, где вы обедаете, поменяется, магазины, в которые вы ходите, все меняется. Полюбите, мать, ваши изменения, полюбите изменения, поймите, что изменения – это то, что двигает вами, поймите, что изменения – это то, что вас наполняет, старайтесь идти к изменениям. Вам необходимо изменить внутреннюю программу именно в контексте изменений. Я вообще поняла, что это наша ключевая такая удушка, на которой мы выросли. Нас все время учили постоянству. Нам говорили, постоянство это хорошо. Ничего хорошего. Постоянство хорошо только в постоянно растущем доходе. Постоянство хорошо в крутой дружбе, в крутой любви, в счастье, во всем остальном постоянство зло. Меняйте, меняйте отели, куда вы ездите отдыхать, меняйте траекторию, как вы ездите. Вот ездите по этому мосту, поедите по другому мосту. Будьте шире взглядов, смотрите шире, приучите себя к этому. Это очень важный момент. Научиться не бояться другого, разного. Попробуйте, вы увидите уже, как это многое вам даст. И когда вы перестанете бояться, вы увидите, что, например, на том же моменте, когда вы начнете мечтать, мечты начнут вас зажигать, потому что вы поймете, что это возможность сделать иначе, возможность получить другой результат. А люди очень часто, которые ко мне приходят, почему я очень много работаю с головой? Я же хитрая. Почему у меня офигенный марафон? Потому что я работаю не просто там над написанием книги, я работаю над изменением мозга. Но я об этом вначале не говорю. Я говорю, типа, просто напишем книгу. Все, включился. Я нагло обманываю людей, которые приходят на рерайтер жизни, потому что они получают гораздо больше. Мне приходится не говорить, что будет меняться мозг, потому что я понимаю, что для многих это может быть страшно. Но в процессе это начинает происходить. Происходить, потому что человек... Я начинаю на очень простых примерах объяснять, как это работает. И вы начинаете понимать, что, ё-моё, так оказывается, все просто. Оказывается, для того, чтобы мне получить другую жизнь. Мне нужно снять какие-то ограничения, мне нужно чего-то захотеть, мне нужно чего-то разрешить, и таким образом это начинает работать. Я очень много лет боялась вообще изменений любых. Вообще любых. И мои изменения глобальные начались, наверное, именно в период, когда я познакомилась со своим мужем, потому что у меня начало меняться всё, и как-то, знаете, жизнь так начала меня подтрушивать. Но я понимаю, что это произошло уже, потому что я была, естественно, к этому готова, а может быть и не до конца, но это не имеет значения. Имеет значение, что вы должны осознать, что для того, чтобы вы получили другой результат, вам необходимо стать другим человеком, а для того, чтобы стать другим человеком, необходимо начать делать нечто новое. Жуткая боязнь камеры. Но вы знаете, вот часто люди говорят, я боюсь камеры, а я ему спрашиваю, а может тебе эта камера-то и не нужна? Мы очень часто нас приучали к тому, что нам нужно идти, знаете, смотреть страшному в глаза, там, да, там себя, ну, как бы победить, побороть. Я вообще против вот этого победить и побороть. Я за разумные мысли и понимание того, а нужно мне это или нет. Потому что если вы на самом деле понимаете, что вам это нужно, вам это интересно, и вы этого хотите, то вы найдете для себя мотивацию этим заняться. Точно так же, как приходят ко мне люди на рерайтер жизни. Все, кто приходят в 99% случаев, боятся, но идут до конца, потому что уже приняли решение это сделать. Но те люди, которые, например, им это не надо, то какой смысл? Иногда мы начинаем себе говорить, ой, ну я вот в этом молодец, а в этом, ну может вам эта камера нафиг не нужна? Ну, при чем здесь камера? Абсолютно у каждого мы пытаемся себя часто сравнивать с другими людьми. Вот как он это делает, я попробую тоже так. И зачем вам делать, как кто-то? Зачем вам делать, как кто-то? Давайте вернемся к теме. Все-таки, как перестать бояться? Прежде всего, я вам уже сказала, нам необходимо, ага, не верю в реальность моего желания. Вот, давайте, уже так замечательно. Не верю в реальность моего желания. Когда мы говорим, что я не верю в реальность моего желания, мы чаще всего испытываем следующие моменты. Первое. Мы не уверены в себе, то есть мы не уверены в том, что мы готовы прийти или мы соответствуем этому желанию. У нас очень часто бывает занижена самооценка, а для этого есть огромное количество предпосылок, потому что многие из нас росли и продолжают расти под таким, знаете, гнетом «выдержи меня», называется «родные». Самые близкие люди очень часто я слышу говорят детям о том, что они недостойные, что они недостаточно хороши, что они не совсем там родились и так далее, и так далее. К сожалению, эта реальность представляет, ну, такая реальность у нас есть. Я вам скажу так, что если у вас есть желание измениться, и если у вас есть желание получить все, вы это получите. Это я вам могу сказать точно. Но это должно быть ваше желание. Если вы готовы отказаться от страха, если вы готовы перестать ждать поддержки от кого-то, если вы готовы стать самым главным человеком в своей жизни, я лично могу вам в этом помочь. Но если вы все время ищете какие-то оправдания, если у вас всегда есть, а наш разум, он очень классный, он всегда знает историю, которая нам, значит, объясняет и подсказывает, почему мы не можем, почему у нас не получится. Вот если у вас есть постоянные рассказы, почему не сейчас и так далее, то бесполезно даже, у вас всегда будут не те мечты, не те желания, не то время. Вот это я тоже замечала. И поэтому я и начала с самого ключевого, что именно принятие нашего решения, все определяет. Я очень часто говорю о том, что, и, кстати, не только я, я стала замечать, что когда интересно кого-то такого большого слушаю, вдруг он говорит моими словами. Я думаю, о, это круто, что мы с ним в квантовой энергии соединились, мы понимаем одно и то же. Очень многие люди говорят о том, что человек готов к каким-то серьезным изменениям только тогда, когда он понимает, что ему нечего терять. И многие люди почему-то ждут, а соответственно притягивают в свою жизнь какие-то кардинальные решения, когда нечего терять, когда человек пережил какую-то страшную трагедию, когда у человека какие-то произошли серьезные изменения со здоровьем, когда человек стоял, по сути смотрел смерти в глаза. В эти моменты появляется какое-то новое ощущение у многих людей. Но я из тех людей, которым не нужна настолько сильная острота ощущений, потому что я просто, я просто люблю изменения, я просто хочу классной жизни, я просто люблю жизнь, меня не надо заставлять и мотивировать жить, открывать глаза, хотеть, лететь, стремиться, но большинство людей надо. Поэтому тут вы сами для себя решаете, когда этот момент наступает. Так, я верю и знаю, что могу, вижу цель, двигаюсь, но часто выскакивают блоки и боязни, понимаю, что именно это мешает и тормозит. Знаете, воспринимайте это как, ну, важен ваш настрой. Например, кто-то едет, и ему выскакивает какое-то ограничение, да, и человек такой, ну все, я теперь не поеду. То есть человек вас ждет, что это его остановит. Если вы воспринимаете это как остановку, то, конечно, вам будет сложно. Я всегда все это воспринимаю как переход на новый уровень. То есть я немножко люблю какие-то такие штуки, потому что и в каждой я думаю, о, это задача, которую мне предстоит решить, значит, я стану еще круче, еще интереснее, еще сильнее, у меня появится новый опыт. Раньше, когда со мной происходили какие-то истории, я радовалась, потому что думала, господи, наконец-то у меня появятся какие-то новые классные истории, которые я смогу рассказывать людям. Ведь преодолеваешь, я подзаряжу свой телефон, преодолевая какие-то интересные этапы, я как проводник, и переживая личный опыт, имею чем поделиться. Поэтому очень важен ваш настрой в этом. Если вы понимаете, что не важно, вот я, например, когда знаю свою цель, мне не важно, что будет происходить, я точно знаю, что я справлюсь со всем. Вот. То есть что бы ни произошло, я все равно это решу. Если у вас есть этот настрой, то это прекрасно. Если вас это останавливает, какие-то такие вещи, то тогда есть над чем подумать. Так, очень часто то, что спланировали события, и то, что прокручивают в деталях, абсолютно получается наоборот. Как бы мыслями полностью выжигают желание. Можно ли это изменить как-то? Вы знаете, все имеет ответ. И изменить это, безусловно, можно. Обычно с этим связаны некие подсознательные программы, которые у нас заложены. То есть когда что-то происходит, я это, знаете, называю эффектом глубокого колодца. Что такое подсознание? То есть сознание, это вот когда мы подошли к колодцу, и ведерко стоит, и в нем вода. Вот это наше сознание. То есть мы сознательно видим, что в этом ведерке, а потом мы его выливаем туда, и оно падает. И вот мы что-то навыливали и забыли, а оно в колодце у нас сохранилось, оно все равно там плавает. Понимаете? То есть когда мы что-то с вами выбрасываем в наш колодец подсознание, мы выбросили, и нам кажется, все, не было этого, пережили. Но оно никуда не девается, и оно там плавает. И поэтому для того, чтобы мы… Мало того, что оно плавает, так оно нас беспокоит. То есть оно все время что-то там продолжает говорить, мы просто уже не слышим. И нам для того, чтобы разобраться, почему это происходит, блин, что у меня булькает в животе, нам нужно нырнуть туда, достать это, и только тогда мы сможем понять, что произошло, разобрать это, убрать, и на его место поставить что-то другое. Всегда в детстве, в юношестве, в какой-то период жизни произошло нечто, что сформировало в вас такую модель поведения, программа или убеждения – это одно и то же. То есть все чему-то предшествует. Ну, понимаете, например, давайте очень простой какой-то пример из серии моих премиальненьких. Например, женщина не делает мужчине кое-что ртом. Хороший пример. Я люблю тебя, Оля. Например, вот женщине 45 лет, к примеру, а она по-прежнему, и у нее любовь, вообще офигенный мужчина, крутой секс, не делает. Я почему не произношу вслух, потому что я знаю, что у меня смотрят все-таки разные дети, поэтому давайте без этого. И вот она приходит и говорит, слушай, Оль, ну такая история, я не понимаю, у меня просто, у меня обливательный рефлекс, я не могу, я не понимаю, что такое, я все понимаю, взрослая женщина, я могу все, а это не могу. И вот мы начинаем с ней разговор, давай поспоминаем. И вдруг мы докапываемся, что в 19 лет у нее был секс с мужчиной. В 19 лет, я не знаю, все женщины, они мега, мега просто пушка-бомба, секс, они все умеют, секс-машины. И вот она начинает это делать, а он говорит ей, ты просто вообще, ты просто пипец, ты отвратительна, ты и говорит ей что-то, ты просто вот никогда. И у них происходит какая-то ситуация, он ее вообще выкидывает из дома. Вот у него было такое настроение, ему хотелось ее унизить. И у нее записалось это в программе. Потом, ну она, естественно, больше никогда не пыталась, не хотела. Потом прошла куча времени, это был какой-то один из ее первых сексуальных опытов. Но у нее в голове записалось, что она отвратительна, и ей это отвратительно, она больше не хочет. И вот понимаете, очень сложно, когда тебе уже даже 37 вспомнить себя в 18. А чем старше, тем больше. И оно с тобой происходит, ты не понимаешь, почему у тебя это вызывает такие эмоции, почему точно нет, или почему точно да, почему ты в каких-то вопросах принципиален настолько. Но это все имеет некие корни. И поверьте, так есть с абсолютно всем. С абсолютно всем в нашей жизни. И поэтому, когда у нас происходит некая определенная механика, она у нас в подсознание сразу же выдает шаблон действий. Фу, нет, это не для тебя, ты плохой. Или нет, мы так не будем. Или нет, у нас все равно не получится. Или нет, так не делай, потому что будет наоборот. Это как-то записывается. И нам просто необходимо для этого вернуться в свое прошлое, достать этого, разобрать эту ситуацию, да, достать, первое, осознать, что это было. Второе, разобрать, блин, так это был вообще какой-то, блин, малолетний придурок, или какой-то мужчина, или фу, да нет, да блин, он идиот. Обсмаковать это, сказать себе, блин, это же бред, из-за этого ничего такого нет, я другая, я была маленькая, я была глупая, я позволила этому мужчине, боже, какой смех, и заменить себе это на новую программу, на другую программу. Я люблю, я хочу и так далее. Вот так работает наше подсознание, потому что пока мы это сознательно не достанем, не выудим, не разберем, мы не можем понять, почему у нас присутствует та или иная модель. Таких моделей, вот сейчас у нас проходит денежный портал, таких моделей с деньгами, и вы себе не представляете, что откапывают ребята. Просто миллионы, миллионы всяких совершенно дурацких ситуаций и убеждений, которые по факту не дают людям получать и зарабатывать деньги. Просто не дают, просто не дают. И с этим можно и нужно работать. И знаете, что самое крутое? Не нужны для этого никакие психологи и психотерапевты. Я не умаляю достоинства этих прекрасных людей, но я говорю только о том, что человек в состоянии сам себя разобрать. И сделать это гораздо быстрее, чем может показаться на первый взгляд. И я точно знаю, что уже месяц нахождения в рерайтере меняет людей очень сильно. Если кто-то есть из рерайтерцев, могут об этом написать. Начинаешь смотреть на вещи совершенно иначе. Начинаешь понимать, откуда родом твои те проблемы, которые у тебя есть сегодня. Я не говорю о том, что решаются, знаете, все само по себе. Я не люблю вот этого развода, когда люди говорят, ой, вы решите все свои проблемы за один месяц, и все будет зашибись. Нет. Вы будете их решать на протяжении еще какого-то периода времени. Но самое главное, это то, что вы начнете их видеть и понимать, откуда растут ноги. Вы сами себя сможете раздуплять. Это очень важный момент. Ну, безусловно, очень важно, конечно же, научиться работать со своими мозгами, потому что наши мозги, они... Нас не учил никто с ними работать. Я об этом говорю вам постоянно. У нас есть такая интересная история. Люди считают, что мы должны знать географию, мы должны знать историю, что говорил дедушка Ленин, кто такой Брежнев. Но то, как работает наш мозг, и то, каким образом мы формируем свою реальность, нам, ну, как бы эти знания считают, что они не должны у нас быть. Они, ну, как бы они лишние, да. Мы должны быть немножечко туповатыми роботами, действовать по шаблонам, чтобы нами было очень удобно управлять. Поэтому я в корне против этой системы. Именно поэтому я занимаюсь обучением себя и, соответственно, обучением других тому, каким образом управлять своей жизнью самостоятельно и управлять ею изначально с помощью того, чтобы понимать, каким образом создается наша реальность и как это связано с тем, что живет в нашей голове. Вот, собственно, и все. Так, о, вижу, что есть вопросы. «Понимаю, что должно быть безразлично, но меня часто беспокоит негативное мнение знакомых мне людей». Ну, что я вам могу сказать? Тут, конечно же, мы живем в социуме, и, безусловно, у нас есть знакомые, друзья, и мы социально привязаны к другим людям. Но, тем не менее, важно понимать, почему вас это беспокоит. Ну, изначально вот задайте себе этот вопрос. Почему меня это беспокоит? Я хочу казаться им хорошим. или я хочу, чтобы они изменились и начали думать так, как я. Чего вы от них хотите? Вот чего вы хотите? Обычно, когда ты начинаешь работать над собой, накачивать свой внутренний стержень, работать над собой, вот именно так, изнутри, ты становишься таким самостоятельным деревом, хорошим. Это не значит, что тебе никто не нужен, но это означает, что ты в состоянии понимать, что происходит с другими. Если ты понимаешь, что эти люди, например, тебя критикуют, потому что они другие, потому что они тебя не понимают, или потому что у них другие взгляды на жизнь, ты, в принципе, начинаешь в какой-то момент это отпускать, понимая, что это нормально, что они такие, ты такой. Вопрос, есть ли у вас что-то общего, что пересекается с вашими интересами? Вот знаете, мне даже сейчас сложно отвечать, наверное, на этот вопрос, потому что я уже немножечко от него отошла. И я понимаю, что если мы с людьми друг друга не понимаем, то, в принципе, ну, а что нам делать вместе? Почему я должна им нравиться, или они мне должны нравиться? Как-то, наверное, важно найти какое-то свое место. Вот когда находишь свое место, в такую свою ячеечку, как-то в этих рядышках образовываются другие люди, в своих ячеечках подбирается какое-то окружение, в котором тебе комфортно. Ну, вот я даже не знаю, как вам сказать. Вам нужно себя найти, еще себя дощупать, и тогда у вас естественным образом пропадет потребность, чтобы эти люди как-то вам будут все равно, как они там о вас думают, позитивно, негативно, ну, вот такое происходит. Вот мне сложно дать вам сейчас объяснение. Вы себя еще где-то не достроили. Когда вы себя вот настроите, в вас пропадет потребность им нравится. Ну, будет все равно. Ну, нравлюсь замечательно, ну, не нравлюсь, ну, хорошо, ну, окей. Такая, знаете, ровность какая-то наступает. Так, воспринимаю как урок, как опыт, и пытаюсь этим работать, двигаюсь дальше, как там, но эти внутренние блоки выскакивают. Надеюсь, на Рерайтере с этим работаете. Ну, на Рерайтере я ни с чем не работаю. На Рерайтере работаете вы. Очень многие, кто ко мне приходят и пишут, и говорят, надеюсь, Рерайтер мне поможет. Вам Рерайтер не поможет. Вы можете помочь себе сами. Я на рерайтере даю очень много, очень много информации, энергии, поддержки, ласки, жесткости, много, но работать придется вам, поэтому если вы готовы, то вы однозначно с рерайтера выйдете другим человеком, это я вам могу пообещать, но работать придется вам, потому что я наслаждаюсь тем, что я делаю, я делюсь, но работать приходится вам, над собой прежде всего. Так, о, замечательно, о, сколько вы тут понаписывали, первые дни на рерайтере выводят на качество новый уровень, спасибо, в новом году будет рерайтер, да, в новом году в январе будет, со 2 января стартует рерайтер. Так, про изменение реальности быстро, обман, прошла рерайтер, и все равно старые мысли еще влияют на мою реальность, но многое уже меняется, иду в клуб, уверена, что избавлюсь от влияния прошлых мыслей. Да, да, ну, смотрите, конечно же, я говорю вам о том, что, классный подарок, конечно же, еще раз я вам говорю о том, что рерайтер жизни – это не история про магию, это ваше экспресс-обучение по тому, как работает ваш мозг и по тому, как вы влияете на свою реальность. Когда, в зависимости от того, насколько запущен ваш процесс, запущен, я имею в виду, такой, знаете, запущенный случай, конечно же, результаты у каждого будут разные, но результаты однозначно будут. Я вообще против быстрых экспресс-систем, знаете, когда говорят, похудеешь за 3 недели на 35 кг, но звучит всегда очень желанно, но мы все прекрасно понимаем, что есть в этом что-то неправдоподобное. Рерайтер жизни построен таким образом, то есть все начинается с маленького марафона, где, ну, месячный, где есть возможность посмотреть, что это такое, где есть возможность написать книгу, где есть возможность начать работать над собой, увидеть какие-то первые результаты и понять, тебе вообще это подходит или нет. Но дальше это длительный процесс и длительная работа по изменению своего мышления в принципе. Рерайтер жизни – это не курс, который ты прошел, положил на полочку и забыл. Рерайтер жизни, его задача – изменить тебя изнутри, то есть показать тебе альтернативу, показать тебе, как ты можешь менять свою жизнь и управлять ей. Поэтому у нас есть после рерайтера трехмесячный клуб, а затем Big Club, в котором люди могут находиться годы. И это очень важно. Очень важно иметь среду и иметь постоянную такую качающую среду, в которой ты можешь изменяться, потому что изменение – это все-таки длительный период, мы это с вами понимаем. И для того, чтобы изменить свой поведенческий фактор, а поведенческий фактор – это свои мысли, свои привычки, свои убеждения, вы же понимаете, что сегодняшний вы, и взять вашу мечту какую-то, как вы живете, с кем вы дружите, сколько вы зарабатываете, сегодняшний вы, если вас перенести в эту среду, вы не приживетесь, вы не готовы друг к другу, вы не можете, вы не знаете, вы не понимаете, вам необходимо поменяться и поменяться изнутри. А вот как это сделать? Всегда вопрос. А я вот в этом деле вам и помогаю. Я очень плавно помогаю людям пройти вот этот трансформационный путь незаметно. Когда ты понимаешь, что все начинает меняться, а как это произошло, ты до конца не понял. Это самое крутое. Когда все происходит плавно, понимаете, тогда у вас нет истории про возвращение обратно, потому что ваши перемены настолько плавные и комфортные для вас, что вы уже в этой среде начинаете жить, а не так, что вас быстро перенесли. Знаете, как вот история про снять, мне очень люблю эти проекты, когда сделали макияж, прическу накрасили, да, и ты красивый. Но ты красивый только, когда тебя сделали так профессионалом. А завтра человек вернулся, и опять по-прежнему старый, по-прежнему он не умеет себя так красить, стрижку, которую ему сделали, он не может уложить, а через месяц у него отросли корни, у него нет денег больше на такого мастера. И все. И это как бы сказка про Золушку, да, про то, как тыква стала каретой. Я не про это. Я про глобальные, стабильные изменения в вашей жизни. Мне больше нравится это, потому что я сама всегда хотела именно таких изменений. Не фотографии, как я сижу в Порше или на фоне Бентли, а настоящего Порше, Бентли и настоящей другой жизни. Вот, собственно, и все. Так, сколько мне тут накатали. Про изменение реальности так быстро это читала, заказала марафон. Как быть, если понял, что вокруг тебя не твои люди? Но вы должны понимать, что вокруг вас всегда те люди, которым вы сегодня соответствуете. То есть начните меняться, начнут меняться люди. Это естественный процесс. Вот. Если не те люди, значит, наверное, и вы не тот. Вам, значит, нужно самому начать меняться. Мой руководитель меня мотивирует перерабатывать сопутствующим комментарием, планирует повышение должности, перерабатывает выходной. Очень нагло говорит этот шантаж. Как бы вы к этому отнеслись? Я не понимаю до конца вопроса, но я в любом случае не люблю, когда мной манипулируют и управляют. Поэтому я бы подумала о том, что я думаю на этот счет, какая есть у меня позиция, и высказала бы ее. Я вам рекомендую сделать то же самое. За три дня рерайтера я поняла, что его обязательно нужно пройти всем. Чем раньше, тем лучше, но нужно быть готова много работать над собой. Да, Леночка, вы абсолютно правильно поняли. Работать над собой нужно. Да, причем много. Согласны ли я с теорией про матрицу? Я не могу вам сейчас сказать, согласны ли я с теорией про матрицу, потому что глобально и глубоко все это не копало. Существует огромное количество всяких теорий и прочих вещей. Важно то, во что вы верите. Мне очень нравится история о том, что наша реальность такова, какой мы ее для себя воссоздаем. И что есть огромное количество пространства, вариантов. И то, что мы для себя выбираем за правду, то и есть нашей правдой. Я думаю, что Вселенная действительно устроена таким потрясающим образом, что каждый из нас будет получать всегда то, во что он верит. Абсолютно. Поэтому найдите то, это же тоже круто, найдите то, во что будете верить вы, найдите то, что будет двигать вами. Для меня важно было понять, как я могу в этом мире создать некую платформу, ну не платформу, создать, наверное, некую технологию того, каким образом добиться в этой жизни успеха, быть счастливым человеком, быть реализованным человеком и человеком, который не выбирает. Потому что я больше всего в жизни не люблю выбирать. Для меня выбор, чего бы то ни было между чем-то, это просто катастрофа. Я не люблю выбирать. Поэтому я за то, чтобы быть богатым, счастливым, реализованным, успешным, мамой, женой, всем, я не люблю выбирать. Поэтому этому я и стараюсь, эту технологию, вот понять, как это сделать и как сделать, научить этому других людей. Собственно так. Итак, у меня показывают полторы минуты. Спасибо всем большое, кто сегодня побыл в этом чудесном, замечательном эфире, мы с вами поболтали. Значит, у нас стартовал декабрьский поток, в него еще можно сегодня присоединиться, и потом у нас закрываются продажи, потому что уже все дальше не успеете. Следующий поток у нас стартует в январе, 2 января. Мы 1 января дали возможность людям поспать. Всем рерайтовцам, которые здесь сейчас есть, которые проходят декабрьский поток, я благодарна. Я желаю вам классного марафона. Я точно знаю, что он таким будет. Я для этого очень много стараюсь, очень много делаю, и я безумно благодарна каждому человеку, который ко мне приходит. Правда, вы особенные, потрясающие, замечательные люди, и вы непременно получите все, чего вы захотите. Просто не позволяйте ни одной мысли проникать в вашу голову, которая бы говорила, что это невозможно. Станьте настоящим хозяином, стражем своего сознания, и очень ответственно относитесь к любой мысли, которая у вас есть. И мы с вами обязательно вместе научимся это делать. Обнимашечки вам, поцелуйчики. Жду вас всех всегда на рерайтере. Пока.